Всем добра, зрители и подписчики моего канала. Вот мы и подобрались к новейшему шведскому самолету поколения 4+, СААП Джаз 39 Гриппен. В комментариях его просили, поэтому, собственно говоря, вот ролик по Гриппену. Приятного просмотра. После ввода в эксплуатацию СААП 37 Виген, ВВС Швеции начали процесс реконструализации и сокращения парка, так как один Виген заменял несколько Лансенов и Дракенов. По расчетам шведов, Виген должен был устареть к 1985 году и в 1976 году СААП приступили к разработке нового самолета под маркировкой B-3LA, являющийся совместной работой с итальянцами и впоследствии ставшей АМХ. Также они начали разработку усовершенствованного штурмовика самолета на основе Вигена с названием А-20. Из особо интересного также разрабатывали следующие машины B-3LM, который был готов уже на бумаге в 1974 году и безумно похож на А-10, но А-10 в свою очередь датируется аж 1976 годом, что на два года позже. Идеи, которые в дальнейшем стали миражами и другой техникой различных стран, чертежей информации очень много, половина из нее вообще спрятана на доисторических форумах или в ужасном качестве полностью на шведском, так что показывали, что в чем разобрался или то, во что верится. Из интересного, наш российский Як-130 и другие его модификации мог также разрабатываться на базе B-3LA, но я отошел от темы. В 1979 году все проекты закрылись и даже было отказано в покупке американских самолетов, и теперь начинается рождение Гриппина. Шведы выбросили все, что знали и все, что было, и стали делать самолет буквально с нуля. Лучшие умы и корпорации Швеции совместно с British Airspace нашли свой путь, а именно P-106. Было всего около 15 проектов с названием P-2000, которые входили опять же в проект P-106. Туда входили Alfa Vegan, NV-0, наш Гриппин и другие интересные машины. В 1982 году был выбран дальнейший путь, прототип 2110, не путать с Ладой. В 1987 году презентовали первый опытный Гриппин. Испытания прошли аж в 1988 году, а все из-за проблем с ПО. Далее несколько разбитых самолетов, и вот уже в 1991 году самолет окончательно был готов, как все думали. Самолет оказался эффективнее, чем во всех лучших прогнозах. Затем снова разбитый самолет, да еще на авиашоу. И в 1996 году Гриппин отправился на доработку и успешно вернулся в итоговом варианте. Особым отличием самолета было и в ЛТХ, и в особенности угол атаки в 50 градусов. А затем начались работы по доведению его до 110. Ведь ранее именно из-за подобных возможностей конструкции происходили сбои в ПО. Итак, мой монолог пятый дубль. По чертежам. Все, что я нарыл, ну точнее не все, а часть от того, что я нарыл, я скинул в беседу в Телеграме. То есть есть группа в Телеграме, а есть беседа в Телеграме. Оно все там в одном месте лежит. Вот, там все в чатике лежит, все обсуждается, все круто, классно. Кому интересно, можете полистать, посмотреть форум, который я скинул, сайт, который я скинул, там журнальчики на шведском скинул. Вот, все это можете посмотреть. Очень классные чертежи, очень интересные чертежи. Для них есть кое-какая база, почему они могут существовать, почему они имеют право на существование. И было бы у шведов побольше денег, я думаю, мы бы увидели самолеты еще круче. Вот, далее, 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 далее. Что можно сказать про Гриппин, про наш любимый Гриппин. Кто еще не фанат? Я не знаю, почему вы еще не фанаты Гриппина. Очень странно. Я думаю, после вот моего монолога вы станете фанатами Гриппина. Итак, у нас есть три Гриппина. Британский, который ничем не отличается от шведского. Шведский и, соответственно, итальянский. Итальянский. Что у него? У него есть маверики, которые убивают танк ваншотом. В 80% случаях. Это лучшее сейчас неуправляемое вооружение у, в принципе, любых НАТО стран. Есть оно у двух самолетов. F-16 и, соответственно, Гриппин. И почему у F-16, кстати, оно в виде двух мавериков, непонятно. Но это ладно. У Гриппина оно четыре штуки. Это очень классно, очень круто. Самый сильный самолет в полковых. Имеется в виду в балансе между штурмовкой и авиационным боем. Вот. Далее. Переходим чисто к шведскому самолету. Шведский самолетик у нас что? Правильно. Хороший. Просто хороший. Обычные маверики, кумулятивные, не фугасные. М-очки. Скайфлэши. Отличная управляемость. Отличная скорость. Все круто, классно. Прям эталонный самолет. Единственное. Радиолокационная защита. Всякие плюшки про то, что у него крутая РЛС. Он может связываться с соседними своими друзьями Гриппинами. Вместе вести одну цель. Вести одну ракету. Не отображаться на радарах. И так далее и тому подобное. Но этого, к сожалению, у нас в игре не учли, не сделали. Но и ладно. В принципе, самолет и так достаточно конкурентоспособный. Достаточно сильный. Достаточно классный и крутой. Далее. Переходим к тому, что... Почему Гриппин у нас вообще классный. Он маленький. Он маневренный. Он быстрый. Он перекручивает любой самолет. У него мало курсового. Но, тем не менее, оно достаточно неплохое. И он умеет летать без крылышек. Чем вам не повод выкачать Гриппин? Вот. И, блин, Гриппин вообще должен быть еще маневреннее. Но просто его, скорее всего, в угоду баланса так вот обрезали. Потому что еще ранее, когда был тест, он был посильнее все-таки. Вот. И что еще? Что еще, что еще, что еще про Гриппина сказать? У нас есть классные камуфляжи на Гриппина. У британцев оба камуфляжа прикольные. Но которые киберспортивные, мне кажется, еще круче, чем обычные. Далее у нас есть итальянский Гриппин, у которого, в принципе, только Маверики прикольные. И есть шведский Гриппин, который базовая. И у него есть камуфляж исторический, который был реально на второй версии Гриппина. То есть, не второй версии, а второй модели Гриппина. То есть, вышла первая модель. Это там что-то 39-1. И вот он разбился. А 39-2 уже вышел в камуфляже черном. С черной ФУ. С красными треугольничками на крыльях. Красные, которые у нас есть в камуфляж. Вот. Это прикольно, классная историческая отсылочка. Мне понравилось. Я, на самом деле, не знаю, что еще могу рассказать про Гриппина. Потому что, по большей части, самолет классный. Вот, правда, самолет без лишних деталей. У вас есть топовые натовские ракеты. Сейчас выйдет еще патч скоро. У нас появятся еще более топовые натовские ракеты. И Гриппин будет, наверное, одним из лучших носителей этих ракет. За счет своих ЛТХ. Далее. У нас есть очень мощный движок. У нас есть хорошая маневренность. Мы можем летать без крылышек. Мы можем перекручивать Су-27 на полном управлении, который будет лететь. А мы-то на обычном. Ага. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да, на самом деле, вот и все. Вот весь монолог. Я не знаю просто, что правда рассказать про Гриппин. У меня он уже достаточно давно. И не вызывает каких-то особо великолепных эмоций. Потому что я уже привык к нему. Я к нему просто привык. И этот самолет просто крутой. Просто лучшее, что сейчас у нас есть. Если вы начинаете только играть в Латандер. Задумайтесь о том, чтобы выкачивать ветку, в которой есть Гриппин. Желательно не... Хотя нет. Все классные. И шведы, и итальянцы, и британцы. У шведов просто по наземке грустно. И Гриппин, как эталонный самолет, дополняет круто их наземку. Особенно с фугасами-мавериками. И в полковых я это не раз проверял. Вы уже видели этот момент. Либо сейчас видите. Который, наверное, я вас достал в последние несколько роликов. Вставлять его. Где я... Вначале уничтожаю панцирь-мавериком. Четырьмя штуками. Потом уничтожаю по... Еще четыре танка. По маверику на каждой. То есть, это полностью аннигиляторный самолет. Но до тех пор, пока мы не сталкиваемся с совместными боями РБ, где нам нужны очки возрождения. И вот очки возрождения уже бьют нам по голове. И говорят, дружище. Дружочек. Мне кажется, ты не взял легкий танк, чтобы провести разведку и снизить стоимость самолета. Потому что, чтобы вам взять гриппин с фугасами-мавериками, допустим, вам нужно уничтожить три танка. И это грустно. Это печально. И это неприятно. Тем не менее. Зато вы получите от него классное удовольствие. Очень много. Потому что можно вернуться от Зура. При должной сноровке можно вернуться от чего угодно. Но, опять же, встает вопрос. А может, лучше взять Мангусту с такими же неуправляемыми ракетами в большем количестве? Да, я не убью первый, возможно. Да, я не убью второй, возможно. Зато я буду в вертолет. Зато у меня будет 4 РВВ. У меня есть неплохая пушка, хорошая маневренность. И 8 спайков. Стоит задуматься. Короче, в игре, в совместных, самолет неоднозначный. Проще взять что-то другое, нежели самолет. Но в авиационных самолет классный. Отлично вписывается в рамки. И, в принципе, крутой. Будем ждать новое обновление. Посмотрим, как он будет с нашими новыми ракетами Фокс-3. И как он, в принципе, будет смотреться. Надеюсь, я смог что-то морскать новое. Смог не просто залить вас водой. И как-то структурировать свой рассказ. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам этот ролик понравился. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok